19 августа в Наташинском парке впервые в истории городского округа состоится сырный фестиваль-ярмарка. В нем примут участие около 20 сыроварин со всей России. Мероприятие обещает быть масштабным и, конечно, вкусным. В преддверии праздника на одной из либеретских сыроварин-участниц фестиваля побывала наша съемочная группа. Скажите, пожалуйста, а что вы сейчас делаете? Делаю пасту. Для чего? Для сыра. Для какого? Для разного. Моцареллы, бураты. Андрей Анохин – помощник технолога. Работает на этом предприятии с самого его основания. Делать качественную пасту для изготовления сыра – не только его обязанность, но и любимое дело. Говорить о технологиях производства молочного продукта может бесконечно. С лимонной кислотой. Потом добавляется чужой фермент. Оно застывает. Потом вмешивается такое зерно. Из этой пасты получается мягкий сыр стречетелла. С итальянского переводится как что-то вроде «порванный в лохмоте». Имеет нежную консистенцию и ярко выраженный сливочный вкус. Получается стречетелла. Добавляются сливки. Там специальный процесс. И это начинка для бураты получается. Бурата – еще один мягкий сыр, который здесь делают. Он изготавливается из сливок и молока буйволицы или коровы. Относится к семейству сыров моцарелла. Итальянец Франческо знает весь его процесс приготовления в мельчайших деталях. И строго следит за тем, чтобы сыровары ни на шаг не отступали от исконного рецепта приготовления этого деликатеса. К сожалению, по-русски Франческо не говорит и не смог ответить на наши вопросы. Но работу свою знает твердо и уверенно ее делает. Всего в цеху работает 10 человек. Они производят примерно 2000 вот таких вот мешочков бураты в день. Для изготовления сыра здесь используют российские продукты. Особое внимание уделяют молоку. Молоко, естественно, только российское. Причем расположение данной сыроварни, оно не просто так. Оно именно по расположению той фермы, которую отобрали мои итальянские технологи. Потому что само молоко дальше в 80 километрах везти нельзя. Производство полностью ручное. В сыроварне делают мягкие и полувыдержанные сыры. Строчетеллу, бурату, моцареллу, скаморцу. Всего 14 наименований. Все они будут представлены на фестивале 19 августа. Поэтому и привезут с собой действительно, поверьте мне, привезут действительно достойные сыры, которые можно будет не только попробовать, да, или посмотреть, как их производят на данном фестивале, потому что будет устроен мастер-класс, но и можно будет, соответственно, и купить. Цены будут на порядок дешевле. Мероприятие состоится в Наташинском парке в программе мастер-классы дегустации «Насыщенная культурная программа». Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапачева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.